Всем привет, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. Я вас приглашаю сегодня поболтать про новинки косметики. Я попутно буду вам рассказывать, что меня заинтересовало, что у меня висит под вопросом и что совершенно меня не привлекает. И буду надеяться, что вы тоже поделитесь в комментариях своими соображениями на этот счет. В общем, сегодняшнего ролика могло бы и не быть, потому что у меня давно завяла эта рубрика на канале, если бы не сегодняшний мейк. На самом деле я делала просто крупный план для иллюстрации одного единственного оттенка из новой моей палетки, которую недавно я купила от Пэт Маград. И когда я увидела вблизи, насколько это красивый оттенок, я поняла, что ему достойна честь быть в отдельном ролике. Правда, это бьюти-преступление его не показать, вы только посмотрите, какой он невероятный. Ну и, конечно, в ближайшие дни я выложу ролик, в котором расскажу об этой палетке и покажу несколько макияжей. Ну а сегодня я предлагаю вам насладиться моей чуть-чуть кривоватой графикой. Я немножко уже говорила про новинки в предыдущем ролике или через ролик назад, но сегодня я собрала абсолютно все, что меня заинтересовало, и вам готова рассказать об этом. Буквально очень кратенько я пройдусь по тем опциям, которые я уже озвучивала. Ну, например, завтра я иду тестировать на руке, смотреть, по крайней мере, для начала на свочи бронзера Гуччи. Он уже должен был приехать в наш местный питерский ЦУМ. А еще я решила продолжить знакомство с коллекцией Майами, если я правильно ее называю, бренда Набло. Я уже показывала несколько средств из этой коллекции, и сверху тут всплывает где-то подсказка. Но, во-первых, там остался еще один очень красивый оттенок румян, который меня очень заинтересовал после того, как я попробовала оттенок Лола. Это настолько качественные румяна, они настолько мне полюбились, что я непременно хочу и второй оттенок в свою коллекцию. Оттенок имеет небольшой сатиновый отцвет, я сейчас говорю про тот, который есть у меня, Лола. Но он совершенно, абсолютно не подчеркивает текстуру кожи. Наоборот, кожа выглядит, словно она, знаете, отполирована. Совершенно этот деликатный, очень красивый, сатиновый и однородный блеск не подчеркивает текстуру кожи, не акцентирует внимание на порах. Боже мой, как это красиво! И для меня это нечто среднее между хайлайтерами, которыми я не люблю пользоваться, и между румянами, которые я обожаю. И я уверена, что вот этот второй оттенок, он подойдет большинству людей, поэтому дождитесь моего вердикта, я практически убеждена, что он будет крутым. Ну и наконец-то палетка глиттеров все-таки приедет ко мне, я ее уже тоже заказала, потому что я имела неосторожность поместить на обложке моего недавнего ролика именно эту палетку глиттеров, поскольку я рассказываю в этом ролике, что я струсила, не купила эту палетку. Я наслышана, что у некоторых людей глаза болят от этих теней, от этих глиттеров, если быть точнее. А еще некоторые люди писали, что у них полопались просто капилляры, то есть просто стали красными глаза, не болели. И даже некоторые люди писали о том, что у них полностью опухали веки. И услышав несколько вот таких высказываний, я обошла стороной на некоторое время эти глиттеры. Но все равно пути наши пересеклись, потому что люди стали запрашивать мой вердикт по их поводу. И все-таки они меня манят, потому что эти глиттеры дуохромные, и на этот раз все-таки я их заказала. А еще я заказала новую палетку от Melt Cosmetics. Это недавний выпуск. Я уже пробовала тени от Melt Cosmetics в этом году, и я думаю, что не стоит останавливаться на этих достижениях. Нужно еще одну палетку протестировать, и я вам ее покажу, поскольку там такая осенняя гамма, которую я очень сильно люблю, когда желтеют листья, когда уже слякотно на улице. И это гамма сиренево-ягодная или фиолетово-ягодная. Мне показалось, что подборка там довольно спорная оттенков, потому что большая часть оттенков – это темная гамма. И мне кажется, что там очень мало светлых оттенков для такой растяжки. Получается, там всего два оттенка. И на самом деле меня вполне бы удовлетворила пятерка теней. Я бы убрала оттуда самые темные, такие густые, насыщенные ягодные шиммеры. Но, с другой стороны, как говорится, из песни слов не выкинешь. Я буду пробовать ее именно в таком наполнении, потому что я наслышана, что это едва ли не самая лучшая палетка на сегодняшний день по качеству от Melt. И если учесть, что мне остальные тоже палетки понравились, да, они чересчур насыщенные. И, возможно, для обычной жизни они с перебором имеют даже пигментацию. Но, с другой стороны, здесь особо отмечают очень мягкую тушевку. Куда уже мягче, мне так кажется, потому что у меня к тушевке не было никаких нареканий в тех предыдущих версиях. В общем, терзает меня, конечно, любопытство. И я уже заказала эту палетку, я, наверное, это сказала. Очень громко заявила себе на этой неделе Патрик Стар, поскольку у него анонсирована коллекция Visionary. Его бренд называется One Size, а в коллекции Visionary, по-моему, 9 средств. Одно из которых – это огромная палетка теней. Там большое количество матовых оттенков, и они достаточно разнообразные. И первоначально палетка совершенно меня не прельстила, потому что она смотрелась на промо достаточно теплой. Но как только были показаны первые сводчи, Тренд Муд выложил их у себя на YouTube-канале, я поняла, что сердце мое растаяло, а сердечко забилось чаще. Дело в том, что там есть такая холодная парочка для закладывания складки века и для затемнения внешнего уголка. И это будет носибельно, как мне кажется, в холодное время года. Там есть невероятной красоты синий оттенок. Там есть достаточно, как мне показалось, небанально такой серебристый оттенок, не слишком прямолинейный. И как будто бы, это возможно я сама добавляю ему, так сказать, красок, в нем есть какая-то такая интересная нота. По крайней мере, мне так кажется, на данном этапе. Ну и, конечно, есть теплая растяжка, традиционная, которая уходит в терракот, но без нее совершенно никак не могло обойтись, потому что все-таки американский бьюти-мир предпочитает теплые матовые тени, больше уходящие в рыжину. И в данной палетке, как мне кажется, реализованы две задачи. Подойти эта палетка должна более светлокожим людям, с более такой бледной кожей и более загорелым людям, и с более темным цветом кожи. В общем, палетка, мне кажется, достаточно прикольной. Помимо там представлены еще пять оттенков жидких теней, и они тоже смотрятся достаточно завлекательно. Они очень искрящиеся, они такие носибельные, они вроде как и повседневные, но с изюмом. В общем, мне они кажутся достаточно симпатичными. Также в коллекции есть подводка, которая, по заверению Патрика Стара, не будет течь, в общем, ей все нипочем. Но меня немножко смущает фетровый наконечник, кончик у этой подводки. По крайней мере, мне кажется, что там именно фетровая такая кисточка. И я не очень большой фанат подобных наконечников у подводок. Я ими редко достаточно пользуюсь, но если и пользуюсь, то предпочитаю именно кисти. И также в коллекции два универсальных карандаша, один из которых черный, и это круто, и один коричневый. И они как будто заявлены суперстойкими, что не мудрено. В общем, эти самые ходовые карандаши, мне кажется, очень здорово дополняют эту коллекцию. Она кажется такой, знаете, грамотно собранной, коммерческой, продаваемой. Правда, коллекция у Colourpop мне не кажется слишком интересной. На мой взгляд, она довольно банальная. Хотя у многих людей эта коллекция, которая называется Wild Nothing, вызвала большой ажиотаж. Мне же палетка теней показалась довольно обычной. Там стандартная для американской палетки растяжка опять от светло-песочного до темно-терракотового. И есть необычные зеленые вот такие рефилы, которые привлекают внимание. Но если их закрыть пальцами, то остается достаточно стандартная базовая теплая летняя палитра, коих уже вышла вагон и маленькая тележка. Другое дело тени от BH Cosmetics. У них относительно недавно вышли новые палетки, которые как будто бы представляют собой растяжку разных текстур в одной цветовой гамме. От более светлых оттенков в более темном. Естественно. Ну, в общем, кто бы сомневался. Меня привлекла гамма сиренево-розово-фиолетовая. И, конечно, мне симпатична гамма зеленая. А еще, на мое удивление, мне показалась интересной голубая палетка, насколько яркими и сочными там выглядят тени. Кроме того, там есть такой тиловый оттенок, который имеет в своем составе как пигменты синего, так и зеленого цветов. И этот оттенок, мне кажется, довольно уникальным, очень красивый. Палетка красная, конечно, мимо. Палетка рыжая просто пробежала табуном мимо меня, совершенно не останавливаясь. И еще, на мое же собственное удивление, мне показалась симпатичной палетка коричневая. С одной стороны, там, конечно же, теплые оттенки матовые, но с другой, здесь такая небанальная подборка шиммеров. Они не золотые, а они тауповые, и в розовинку уходящие, и уходящие в серость. В общем, довольно симпатичный, мне кажется, эта гамма. То есть, как минимум, несколько палеток привлекают мое внимание. На прошлой неделе Huda Beauty отличилась тем, что анонсировала новый хайлайтер. Но это не просто хайлайтер, это огромный хайлайтер. Он размером просто слетающую тарелку. Его диаметр 10 сантиметров. И я увидела, что Huda наносит его только на тело. Но он называется All Over Highlighter Powder, что означает для всего. То есть, это универсальный хайлайтер, который как будто бы прежде всего признан подчеркнуть загар на теле. Мне на самом деле кажется, что любого хайлайтера хватит на всю жизнь, даже если наносить его не только на лицо, но и на тело. Наверное, мне возразят любители хайлайтеров. Я знаю людей, которые умудряются даже дырки в хайлайтерах протереть. И это мои личные герои в бьюти-индустрии, потому что я не представляю, как они это умудряются делать. Это сколько нужно вполировать хайлайтер в свою кожу, в свое лицо, или как нужно любить хайлайтер. Правда, я ни в коем случае не иронизирую по этому поводу. Но мне почему-то кажется, это таким удивительным фактом. Одно дело дотереть, не знаю, бронзер либо пудру до дна. Другое дело хайлайтер, который наносится на очень-очень ограниченные области на лице. Но вот тем не менее, есть люди, которые обожают хайлайтеры. Леночка, Ленский бьюти, лично тебе передаю привет. И, наверное, для людей, которые всем сердцем любят блестяшки, худо и выпустила вот такой огромный, просто невероятный хайлайтер. Dose of Callas анонсировал выход двух палеток теней. И они очень многим людям показались симпатичными. Как минимум, они собраны довольно логично, потому что в одной из палеток, например, я лицезрею два оттенка для закладывания складки века. Один из них коричневый, второй бордовый. Но они мне представляются довольно темными для того, чтобы ими создавать форму. Здесь есть черные для затемнения и прорисовки ресничного края. И здесь два шиммерных отсека, которые очень симпатичные и довольно небанальные. Потому что самое банальное сочетание, которое напрашивается к бордовому оттенку и коричневому, это, конечно, золотой оттенок. Либо уходящий в зеленинку, как сейчас модно. Но здесь такой тауповый, довольно темный оттенок, который, как мне кажется, будет смотреться максимально гранжево. И получатся очень красивые, как мне кажется, такие осенние мейки. И светлый оттенок для высветления внутренних уголков глаз. То есть палетка выглядит довольно самодостаточно. И другое дело, она довольно темная. Вторая палетка более светлая. И это зеленоватые оттенки. Здесь есть матовый такой оттенок хаки. Здесь есть, ну, такой между горчичным и зеленым оттенок, которым можно закладывать форму. И здесь есть, естественно, рыжий, который почему-то лично меня страшно бесит, потому что это моя уже ахиллесова пята. На самом деле он здесь очень в тему. В общем, палетки кажутся мне действительно собранными очень логично. И, возможно, возможно, я дождусь какой-то следующей палитры, для того, чтобы все-таки опробовать тени Dose of Chaos, которые очень многие люди, мнению которых я доверяюсь, хвалят. Довольно интересная осенняя коллекция. Выходит у бренда Clorans уже в августе. И она будет представлена сразу шестью палетками теней, по четыре рефила в каждом. Что позволит избавиться от мук выбора, когда ты раскрываешь перед собой огромную палетку с невероятным количеством оттенков. И ты не знаешь, что со всем этим барахлом делать, когда нужно бежать на работу. И вот такая маленькая палитра, она как бы соберет в кучу все внимание. И можно будет ею одной быстренько накраситься. Насколько я понимаю, там будут как шиммерные, так и матовые тени. Я не знаю, каковы тени, если честно, Clorans на ощупь, по качеству, по текстуре. Никогда в жизни я даже не сводчила тени от Clorans, хотя я видела, что у них в прошлом году были довольно симпатичные маленькие дорожные палитры. Эти палетки меня заинтересовали, потому что они компактные, потому что они в красивых футлярах. Мне довольно сомнительными кажутся двойные средства, которые также будут запущены в этой коллекции. Знаете, что там с одной стороны как будто какие-то тени, то ли кремовые жидкие, то ли, возможно, пудровые, а с другой стороны там гелевые туши. Что сие значит, я не знаю, но мне представляется довольно спорным решением. Ну и самая актуальная новость, которая появилась прямо в процессе съемки этого видео, в одном из двух инстаграм-аккаунтов, на которые я опираюсь, когда готовлюсь к подобным роликам. Кстати, оба инстаграм-аккаунта будут у меня там внизу по ссылке в инфобоксе. Вейн Госс объявил о расширении своей линии косметики. Наконец-то у нее выходит базовая коричнево-бежевая палетка, правда, все-таки с одним рыжим рефилом. В палетке три сатиновых оттенка, два матовых и один оттенок в формуле Селестиал. Насколько я поняла, это рыхлый, блестящий топпер. Сатины сдержанные, даже офисные, а матовые, по заверению Вейна, сможет растушевать человек с любыми навыками тушевки. Примечательно, что на палетку с шестью рефилами приходится целых 16 граммов средства. Также в коллекции есть три каяла. Несмотря на то, что мне палетка кажется достаточно скучной и базовой, я бы хотела попробовать формулу теней Вейна Госса. Переходим к бюджетному сегменту, не люксом единым. И меня лично интересуют два запуска. Летний запуск от Катрис и летний же запуск от Эссенс. И мне показалось, что коллекции там очень интересные. К сожалению, они к нам доезжают с огромным опозданием. И несмотря на то, что их сейчас вовсю уже показывают немецкие блогеры, к нам они, возможно, доедут либо в конце осени, в начале в лучшем случае, либо, страшно подумать, они вообще к нам не доедут. Я уже посмотрела несколько обзоров, и меня, если честно, привлекли прежде всего тени. Потому что они на глазах смотрятся довольно ярко, сочно. И кажется, что они тушуются в идеальную красивую дымку. В общем, выглядит это довольно симпатично. Причем обе палетки от Эссенс мне кажутся довольно небанальными. Они внешне выглядят, наверное, как палетки Доминик Космерикс, если я правильно называю. Одна из палеток в натурально зеленоватой гамме. А вторая палитра имеет яркие, сочные, такие синие рефилы, которые на глазах смотрелись невероятно круто. Вы знаете, насколько меня привлек вот этот синий верхний отсек в одной из палитр. Я прямо сейчас, естественно, показываю эту картинку. И если бы вы видели, как он раскрывался на глазах у людей, я думаю, что вы тоже обратили бы на нее внимание. И две палетки у бренда Катрис, конечно, тоже меня манят, но прежде всего одна из них. Потому что, несмотря на то, что на промо вторая с синим рефилом выглядит не слишком желтой, на глазах она смотрится оранжево-желтой, а я это, как мы выяснили, в последнее время совсем отказываюсь переносить. Во второй же палетке, опять же, зеленоватая гамма, которая столь сейчас модна и популярна. Ну и традиционно у Катрис выходит палетка для лица. Она мне тоже кажется довольно симпатичной. Я смотрела уже близкие планы этой палитры, и мне она представляется очень носибельной, не слишком рыжей. И, возможно, если эта палетка к нам доедет, я ее куплю. В общем, это все, что мне хотелось с вами сегодня обсудить. Огромное спасибо, что провели столько времени сегодня со мной. Мне это очень-очень приятно. Я вас сердечно за это обнимаю. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в другом видео. Я прошу вас поставить лайк либо дизлайк этому ролику, его оценивая, потому что любая активность лучше, чем ее отсутствие. Даже дизлайк для меня лучше, чем ничего. И, конечно, я буду очень-очень рада, если вы поделитесь частью этого ролика в социальных сетях, потому что это самая большая поддержка меня как блогера, и это самая мощная популяризация канала из всех существующих возможных опций. Ну и увидимся, в общем, в другой раз. Я жду вас в комментариях и буду рада с вами поболтать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!